столкновение дуба с мудрецом ну-ка вот что я вам расскажу один человек хотел стать дубом ногами в землю погрузиться руками по воздуху размахивать и в общем быть растением вот он для этого собрал различные чемоданы и так раздумывал кедровой головой уложу пожитки в баню сниму штаны сорву жилет и буду радости дитя небесных маковых жилец чемоданом вверх летя буду красный жеребец буду бегать в дверь хотя вместо дырок ныне жесть так что в дверь нельзя проехать прыгнуть хлопнуть плавать сесть легче в стулово идти ребенку легче в косы ткнуть гребенку вынуть руку из пищевода легче сделать вообще чего-то но над нашим взлететь и миром чемоданом как по ноской прыгать в небо слабым тигром тут наверное ты будешь соской окончив речь и взяв пожитки он метнулся в потолок перетерпев тяготение пытки он реял над крышей как и молоток только корни к низу бросить да с камнями перевить вот и стал бы я как дуб ах постись один среди осин среди древесин стоял бы как клавесин я бы начал дубом жить хором люди отвечали мы до селева молчали нам казалось а вначале ты задумал о причале но теперь мы увидали ты умом летишь подали над землей летаешь сокол хочешь дубом в землю сесть мы категорически возражаем если сядешь то узнаешь то поймешь то почуешь какая такая наша месть наша месть наша месть гибель уха глухота гибель и носа носота гибель неба немота гибель слёпа слепота все это человек выслушал и все же при своем остался поплакал чуть слезинку выслушал и молотком вверх болтался в него кинули яму помойную а он сказал все будет по моему в него кинули усадьбу и имение а он сказал я остаюсь при своем мнении тут вышел мудрец четырьмя носами влез на печь как наложит рона и начал речь во время она жил некий именем не славин короче попросту иван буславин так вот обладатель всего поразительного имени приехал в город ленинград остановился на васильевском острове четвертой линии и был он этому чрезвычайно рад он пытался многократно записаться на биржу труда но к несчастью аккуратно путь закрыт был ему туда он ходил тогда печальный и стучался в исполком но оттуда по голове его печальной ударяли молотком он бежал тогда в трактиры там он клянчил хлебный мякиш но трактирные сатиры подносили к носу кукиш он скакал тара домой развиваясь бородой и на жизнь хмур и зол залезал к себе под стол хором люди отвечали мы доселево молчали нам казалось а в начале ты задумал о причале но теперь мы видим старче ты мудрец ты дубов зеленых крепче ты крепче то есть не крепец а кирпич а за это слушай спич 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 мудрецу два килограмма сахара кило сливочного масла добавочную заборную книжку на имя неизвестного гражданина ивана буславина и 300 знойных поцелуев от в красных шапочек девиц тушь доме соль до бела до бела выстирать выстирать в бане мудреца все 28 сентября 1929 года